Всем привет! Привет, с вами Андрей. Наконец-то у меня неделя отпуска. Мы заселились в отель. Сейчас я вам покажу номер. Это апартаменты, это дом отдельно стоит от отеля. То есть здесь небольшая деревушка, где стоят апартаменты. Как говорится, если ты раз на остров приехал, то надо, чтобы было тишина. Здесь ребенок будет спать. Уже готово. Ну и вот почему апартаменты для меня лучше, чем номер? Потому что есть своя кухня. Посмотрите, ребят. Посудомоечная машина, кафе-машина, микровель. Ты можешь что-то приготовить, если ты захочешь. То есть это вообще отличная вещь, я считаю. Захотел утром, на террасу вышел. То есть все удобства есть. Все, вот они и домики. Стоят друг от друга. Парковочное место у вас вот буквально. Так, ну что вам показываю. Это ванная комната. Стандартная. Неплохо. Так, ну вот это спальня наша. Здесь у нас есть туалет свой. Плюс. Ну и все. Как говорится, для отдыха. Больше ничего не надо. Раз мы находимся на острове Рюген. Как я уже говорил ранее, что здесь раньше жили славянские племена. И на старых постройках, домах есть конек. Если вы посмотрите. Это изображение морд конских. Это как раз есть символика от славян осталось. Она до сих пор здесь присутствует. Прямо вот на старом соломенной крыше. Вот с одной и с другой стороны вот такие знаки есть. Славяне, они хоть уж не тысячу лет назад, но все-таки такие названия. Деревень. А здесь славянские стадости. Будем проезжать, будем читать. Я вам это все показываю. Продолжение следует... Как будто сбылась мечта отдохнуть от всех, попасть на необитаемый остров. Но, к сожалению, этот остров обитаемый. Здесь примерно 80 тысяч людей живут. И это самый большой остров в Германии. Ну, на этой лодке я приплыл, хотел вам сказать. Подводная лодка английского производства, как музей. Вот мы подъехали сразу посмотреть все достопримечательности. Что в первый день успеем, посмотрим. Ну, а потом буду вам показывать, снимать в последующие дни. Потому что очень много интересного. На этом острове можно посмотреть, походить, увидеть, сфотографировать. Так что, вот, подводная лодка, смотрите. Но я внутрь не пойду, потому что я уже был. У нас в Гамбурге есть русская подводная лодка. Они все практически одинаковые. Ну, а мы идем смотреть закат. Все, ребятки, постояли, посмотрели. Красиво, но холодно. Так что, поедем мы. Сходили на завтрак в ресторан. С утра дождь идет. Так что, сегодня погода не летная. В том плане, что на дроне я сегодня не полетаю. Ну, по расписанию сейчас с 8 часов работает бассейн, сауна. Ну, пойдем мы чуть-чуть попозже. Съездим сначала в городок небольшой. Отсюда 6 километров. Пройдемся по магазинам. Может быть, заглянем в какой-нибудь музей местный. А потом уже с обеда пойдем в бассейн. Жалко, конечно, погода подводит. Нас хотели бы съездить на море, но не получается пока. Из-за погоды. Ребятки, посетим мы с вами магазин, где продают свою продукцию. Здесь делают мармелад, варенье из клубники, из яблок. Так что, вот такой большой магазин. С 1921 года он работает. Даже есть свои вот такие вкусняшки в виде леденцов. Вообще, кружки даже разрисованы. Красиво очень все сделано. А все они производят сами и вот тут же продают. Всякие сорта вареньев есть. Кстати, они даже делают вино из ягоды. Очень интересно. 9% крепости стоит вот. Впервые раз такое вижу. Чтоб из ягоды вино делали. Ну, я не знаток, так что, может быть, кто-то и пробовал. А бутылочка стоит 5,95. А это у нас ягода с медом. Такие вот небольшие наборчики можно купить. Глаза разбегаются, не знаешь, что взять на пробу. Посмотрите, это даже сок из облепихи, если я не ошибаюсь. Зандорн. Какая смесь жгучая внутри. Все делается здесь. Конфеты с добавлением клубники. Все местного производства. И очень вкусно все. То есть у них свой магазин и своя фабрика по производству конфет разных. Ну, вот у нас сегодня такой типичный немецкий обед. Картошка фри и сосиска с соусом. Соус карри. Соус карри называется. И самое интересное, мы вот взяли на пробу. Это газировка местная. Они сами производят из ягоды. Так что, думаю, будет вкусно. Есть небольшой парк развлечений. Очень красиво и аккуратно сделано. Что можно делать со старой машиной. Если она уже все, ее можно выкинуть. Вот старый фольксваден жук. Сделали из него курятник. А вот и сами курицы бегают. Это я вообще нахожу очень интересным. Вот такой аттракцион, что ребенок может покатиться на тракторе. Вот он идет по этой шине. Все. Дочень меня везет на тракторе. Ну а здесь у нас вон гуси сидят, отдыхают. Ну все, вот так мы зашли сюда пообедать, посмотреть на варенье. Остались мы здесь часа на два. Покатались на каруселях. Купили сироп, варенье, всякие сладости. И, короче, зависли здесь надолго. Вот только сейчас выходим. Уже время вечер. Как раз показано, где находятся в Германии вот эти фермы. Их шесть штук по всей Германии. Да, в основном это север Германии. Росток, Рюген остров, Узе дом. Даже возле Берлина одна есть ферма. Рядом с Любиком. Все, пойдемте, погуляли, поели, попробовали. Все было вкусно. Не смогли проехать мимо, остановились, посмотреть, что это такое интересное. Возвышать. 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 Редактор субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова